Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки! Я рад вас приветствовать в школе Эли Гора. Очередная 195-я выполнялка. Выполнялка – это такая штуковина, когда я отвечаю на ваши просьбы. И вот поступила такая задача. Уравнение движения х равняется 2 плюс 2t минус 2t квадрат. Вопрос. Написать уравнение скорости. Это уравнение координаты от времени. А сейчас нужно написать, как же найти скорость какую-нибудь. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, что нужно сделать? В первую очередь вспомнить основные формулы кинематики. А их всего 4 штуки. При условии, что тело движется равноускоренно. В равняется В нулевое плюс Аt. Х равняется Х нулевое плюс В нулевое, деленное на 2 умноженное на t. Х равняется Х нулевое плюс В нулевое, плюс Аt квадрат пополам. И Х равняется Х нулевое плюс В квадрат минус В нуль квадрат, деленное на 2 А. Вот раз, два, три, четыре. Эти формулы желательно знать. Желательно знать. Ну, а если вы их не знаете, то можно где-нибудь, может быть, подсмотреть. Итак, если мы посмотрим на то, что нам дано в задаче, это очень похоже на эту самую третью формулу. Ну, давайте, так сказать, продегустируем. Х равняется. Два, это что такое? Это Х нулевое. То есть, Х нулевое равняется двум метрам. Дальше смотрим. В нулевое ТО. В нулевое Т. То есть, В нулевое в данной ситуации, это просто 2 метра в секунду. А что это такое? Минус 2. То есть, перед коэффициентом Т квадрат стоит А, деленное на 2. А это означает, что ускорение будет равно минус 4 метра на секунду в квадрате. Ну, если мы четверочку возьмем, поделим на 2, мы получим как раз то, что здесь и происходит. То есть, мы получим 2. Вот все. Ну, а теперь, что мы должны сделать? Записать уравнение скорости. А каким это уравнение скорости будет? В равняется. В нулевое это 2. А ускорение минус 4. Вот я сюда это подставил. Но есть более быстрый способ ответить на этот вопрос. А для этого просто, ну, напросто нужно знать, что такое производное. И если мы знаем, что такое производное, я посмотрю ввод на эту самую формулу, да, и что сделаю? В это и есть х-штрих. То есть, скорость будет равна. Давайте возьмем производное отсюда. 2. Потом что у нас будет? 2. Логичка, если мы берем производную по времени, да, и здесь минус 4d. Вот так вот сразу это все. И получается просто нужно знать, что скорость – это первая производная координаты времени. Вот все. Я был очень рад с вами встретиться. Я очень рад, что вы заглянули в школу или в гору. Всего вам доброго. До свидания. И до новых встреч.